я еще не кончила разговор еще не закончила мама с нами еще не закончил это с вами тоже чем перекусить на ночь вы сейчас удивитесь овсянка сэр помните такое выражение оказывается будем менять свои привычки овсянка пора менять привычки если вы привыкли есть овсяную кашу только по утрам овсяные хлопья являются богатейшим источником гормона сна мелатонина поэтому стоит перед сном побаловать себя порция овсянки это все читает мне нравится первый вариант вот это все написано лет двадцать пять назад газеты бабушка такие были кофе кефир с черникой на ночь большинство разгрузочных диет рекомендует выпивать стакан кефира или то же самое ряженки йогурта почему аккуратненько кушаем уже все булочка одна улетела поэтому это очень хорошо и чайок пьем почему кисломолочные продукты содержат малое количество углеводов он легко ты фирма то что не аккуратно так сильно красиво такие брюки испортил не аккуратно тем более старелочкой ай-яй-яй молочные бактерии очищает организм способствует нормализации работы почек и кишечного желудочного тракта они содержат мощнейшие антиоксиданты так дальше что идет у нас бананы бананы очень дорого сейчас я не хочу банана и не вообще у нас бананы распакуют в перчатках потому что они очень опрыскать бананы были дешевле картошки обработанные были очень дорого дальше конечно идет наш князь творог осторожно обходите стороной обезжиренный творог мама не покупай больше обезжиренный творог я не покупаю все время обезжиренный покупаешь белый ты что варьера а для чего литра сливок и сливок и сливок и сразу жирный купить для питания подходит процентный творог пятипроцентный и съедать его нужно 100 или 150 грамм не больше большее количество не перерабатывается дальше а дальше вот я посмотрел это ты все перечислила смотри я бы сделал такой перед сном я бы творожок жирненький порезал бы тоненько бананы сверху фисташки орехи тоже вот так вот сверху и припев припевку кефир черникой вот овсянку я бы из этого списка вычеркнул но все это я бы поменял просто на бутерброд с отбивной не буду вообще не пукаю запах лаванды такой выходит ты выдумал такую ерунду овсянка незаменимая на себе проверил поел и ты такой есть хочешь больше только раздразнили я с молоком и с козьим девочки еще кушайте не больше булочку не буду мы сегодня худеем у нас после спорта только приехали поесть поехали так что то я еще не успела сказать в общем друзья отбивная слева с горчичкой а вот знаете что еще есть такой святой и ан шанхайский и сан-франциский значит он никогда не спрашивал какой вы веру он живете он жил последнее время в америке в чем рожден на украине когда начались большие гонения он свою сверх своих духовных дочери и сыновей забрал в китае с китая в америку и так сохранил свое стадо и когда подходили к нему игорь батюшка он не спрашивал какой-то веры он молился за него еще помогала еще говорил крестите своих детей каждый час с молитвой кресту и богородицы и никакой враг видим и и невидимы их не тронет и вот я начинаю детей крестить имена называю от мысленно тогда типа мысли ну да я называю ими делюсь далеко взрослые достает крест господин достанет везде это оружие на дьявол и пищет не те пищи вы его как мы за детей душа болезну просто вот она там болит и кричит каждый час я на вспоминаю и говорю это так что любите и бога верьте вот смотрите как не верить я не понимаю даже пару слов воскресенье но почему все пользуемся этим словом и знаю что это воскресенье что господь воскрес и пятница распятие лазарет а лазарет каких пор вошел лазаря господь воскресил трехдневного и теперь были лазареты в советское время тяжело больные лежали и надежды на выздоровление в каждом слове господь ну-ка куда они а имена дает нам небо мы думаем сами дали нет вот этот малюшечка кирюшечка наша ольга богомудрая пребудрая девочка такая как на последний раз стаканчик разве домой забрал обеду и нам собой что-нибудь еще дай 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 мама там пишут чтобы это бедную пенсионерку просто выносим все она не дает иногда за эту неделю потом я делаю его пустым отдаю еще и такая счастливая и такая счастливая другой слава богу детки некоторые не понимают а другие пишут женщины в основном комментируют а другие пишут подождите вот выросли у вашу бабушек не было у вас вот как-то такая печальная жизнь была что вам бабушки внимание не уделяли вот не готовили не передавали другие пишут это нормально бабушка когда детям внукам это естественно я вот у бабушки надежды такого блина блин таких я в жизни не поем какие у нее были блины надежда это мамина мама она их так томила в этой печке русской топленое масло потом я не знаю чего она их пекла но это было просто какие-то там пирожные я даже не могу сравнить с чем бабушка это такое бабушка приятное доброе такое вот но я скажу вам при вот мы живем в таком тесном деревне наблюдается конечно но не каждое это все просто не каждый ну да ну жизнь жизнь вокруг какая это нагодится с таким сердцем давление много зависит от гены и вот я у меня мама такая у нее дача была когда пошли баллоневые плащи это годы были шестьдесят пятые наверно да моя мамулечка за тысячу километров поехал на барахолку тогда и купила мне этот плащ баллоневый цвета морской волны это было во всем институте у меня и у одного преподавателя преподавательницы только мамочка отдавала вообще все свое для нас и говорил не дай бог пережить детей бог любит троицу а валира двойная троица шесть уже два раза строится два раза мама я за зато слезу пущу заканчивает все с бога сына без бога не до порога на этой доброй ноте мы споем что будем петь житейское море пропели от ночь тихана палестина это когда такое благовещение пастуха поступил что спаситель родился я просто иду и пою хожу и пою лежу и пою сижу и пою грейпфрут даша апельсины просила апельсины не получились а где путь никто не кушает кушают будут кушать вот это цитус вообще сейчас это ужас один какой-то ночи тиха над палестиной спит уставшая земля рощи горы и долины скрыла все ночная обнула в вифлееме утомленном все погасли огоньки только в поле отдаленном не дремали пастухи стадо верно сосчитали обвели ночной дозор и усевшись завязали между собой разговор вдруг раздался шелест нежный трепет пастухов объял и в одеждах белоснежных ангел божий им предстал не пугайтесь не от небесного царя я пришел с великой тайной вам обрадовать сердца милость людям посылает сам христос владыка царь грешный мир спасти желая себя людям отдал дар себя людям отдал дар во дни житейской грозной битвы во дни житейской грозной битвы возник гонений и скорбей приносим их тебе молитвы и просим помощи твоей услыши нас небесный житель архистротик небесных сил врага и злобы победитель архангел божий михаил помоги помоги мир мир мы просим как тяжело жить такое время одно слово война хуже мы быть не может просто не бывает смерть и война все с богом будьте здоровы и верьте на всю волю божью с этим жить и всем добра до новых встреч с богом